Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Ну что, мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит с долларом. И эта неделя в плане макроэкономического фона, начиная от отчетов и протоколов ФРС, которые настроили нас на более крутой, что ли, вектор движения американского регулятора по пути ужесточения монетарной политики. Еще нас ожидает релиз Non-Farm Perils, который выйдет уже сегодня в 16.30 по московскому времени. И, друзья, у нас есть бэкграунд в виде довольно сильного отчета EDP, который мы разбирали накануне. Повторю, что цифры превзошли самые смелые прогнозы, потому что практически мы увидели прирост новых рабочих мест в районе 1 миллиона. Ну, 800 тысяч, если быть совсем точными. Это выше прогнозы, это лучшее значение, которое видели ранее. Поэтому, сравнивая и сопоставляя данные EDP и официального релиза Non-Farm Perils, можно с большой долей вероятности сказать, что эти отчеты будут коррелировать между собой. И цифры должны быть плюс-минус схожими. Соответственно, по Non-Farm Perils сегодня, даже если мы увидим по динамике роста новых рабочих мест, цифру больше в полмиллиона, 500-600 тысяч этого станет достаточно для того, чтобы американский регулятор в лице Джерома Пауэлла на последующих пресс-конференциях, по сути, начал нас уже готовить к неизбежному и довольно скорому повышению процентной ставки. Индекс доллара, который сейчас котируется на отметке 96.21, это не те уровни, которых сейчас достойны американские доллары. Особенно на фоне текущего роста доходности американских облигаций, десятилетки сейчас котируются на отметке 1,72%. Это максимум за последние 8 месяцев. И что-то подсказывает мне, что движение в район 1,8,2% – это, возможно, друзья, даже перспектива ближайшего квартала. Многие из вас в последнее время в комментариях интересовались перспективами пары доллар-японская иена. Мы, кстати, делали пост по этому случаю в Телеграм-канале. Это еще раз, друзья. Доказывает то, что мы открыты к диалогу, то есть получаем обратную связь, фидбэк с вашей стороны, добавляем это в анализ, как в текстовую аннотацию именно в Телеграм-канале, так вот с большим удовольствием анонсирую это и сейчас. Перспективы доллар-иена выглядят исключительно бычими. И моя субъективная оценка – это рост в районе 118 и выше. Морган, Стэнли, Банк оф Америка и вовсе ожидают эту валютную пару в районе 120 иен за 1 доллар. То есть на долгосрок крайне заманчивая перспектива. По поводу еще доллара, напомню, что пока что до того, как мы увидели non-farm parallels, пока мы не знаем, как рынок конкретно отреагирует на эти цифры, протоколы остаются крайне жестким сигналом для покупателей относительно того, что политика начнет очень быстро меняться в рамках Федрезерва. Напомню, что большинство угла сущих членов американского регулятора анонсировали по сути три повышения ставки в этом году, некоторые ожидают даже четыре повышения. И потенциально у нас может сложиться диапазон 1,25% к концу этого года. Самое главное, что ФРС еще раз дал понять, что глубоко ошибался, когда ранее комментировал инфляцию, называл ее временным явлением. Этот рост. Не видел в этом проблемы, потому что сейчас фактически включает заднюю, признает, что это серьезная проблема, которая влияет на экономику. И больше не хочет уже тянуть резину, поскольку есть признание проблем, ее нужно решать. И решение проблемы для любого регулятора, проблемы высокой инфляции, предполагает конкретные прописанные в каждом учебнике меры и действия. Это ужесточение политики, если действует программа количественного смягчения и сокращения, и если ставки на низких уровнях, и допускает возможность их повышения, соответственно, повышения этих пациентных ставок. Поэтому я рекомендую вам рассматривать, так же, как и ранее, доллар, как очень хорошего кандидата на дальнейший рост и движение, в частности, индекса доллара выше 97 пунктов. Это ближайшая неделя. Что касается сегодняшнего отчета Non-Farm Perils, напоминаю, что это очень важный индикатор для Федрезерва, потому что, пожалуй, сейчас только лишь одна цель. И направление, сегмент экономики не закрыто для американского регулятора. И этим сегментом является рынок труда. То есть там еще прогресс недостаточен, чтобы ФРС начал корректировать монетарную политику. Поэтому в случае, если мы сегодня видим хорошие цифры, пожалуйста, у ФРС все-таки будет аргумент, чтобы не отказываться от своих слов и впоследствии уже скорректировать вектор этой политики таким образом, как нужно покупать ее. Золото вовремя мы зашортили. Сейчас котировки 1792, обл. 1786. Можете параллельно сравнить, друзья, как реагирует золото на движение и рост доходности американских облигаций. И легко увидеть, что самые серьезные провалы золота, они как раз накладываются на такой же мощный, локальный рост доходности американских облигаций. Только что я сказал, что восходящее движение 10-летних трежерис продолжится. Поэтому по золоту сейчас я рекомендую вам удерживать шарты. Тем более, что не только фундаментальный фон в виде роста доллара, в виде повышения доходности американских облигаций, отработки будущей и реализации вот этой идеи по еще более глубокому ходу, собственно, этого актива способствует и индекс рыночных настроений Каймана, о котором я вам всегда говорил. Европейская валюта пока что шорт в приоритете. Сфера услуг Германии, друзья, шагнула в состояние стагнации, потому что оказалось ниже 50 пунктов. Это было ожидаемо. Это как раз камень в огород тем, кто считал, что влияние омикрона будет ничтожным. Ничего подобного. Просадка сферы услуг отражает то, что восстановление экономики валютного блока замедлилось, потому что потребители домохозяйства паникуют из-за высоких темпов распространения омикрона. И как ни крути, случаи, участившиеся и постоянно растущие числа заразившихся в странах валютного блока как раз усиливают давление. На этот сектор тормозит экономику и лично мне позволяет с уверенностью рассматривать евро как кандидата на отработку именно шортовой сделки. По фунту также ставка вниз. Биткоин, который мы сначала ждали в районе 40 тысяч, пока эта цель еще не сделана, но уже сегодня было 41 тысячи. Я думаю, что движение глубже, ниже. Это разговоры уже ближайших торговых сессий. Рынок нефти по-прежнему не трогаем, потому что там какие-то космические уровни. Причем во всех статьях, которые мне удается находить для вас в плане анализа мнений экспертов, аналитиков, основная причина роста рынка нефти – это реакция на последний отчет по запасам нефти в США. Да, запасы нефти снизились шестую неделю подряд. Но почему-то все игнорируют данные по запасам бензина, которые выросли на 10 миллионов. Это максимум за два года. А запасы бензина в условиях, когда есть вопросы к спросу, они должны быть главным показателем для анализа. И рост запасов бензина отражает падение спроса на внутреннем американском рынке. В тот период времени, когда домохозяйства американских граждан, в принципе, должны были демонстрировать очень высокие показатели поездок, именно трафика, загрузки дорог, активности на потребительской активности в автозаправочных станциях. Но люди этого не делали, потому что все боятся подхватить омикрон. Поэтому не нужно недооценивать риск падения спроса на нефть в ближайшее время. Мы найдем оптимальную точку входа в шартовую сделку. Как только она будет найдена, я, разумеется, вам о ней расскажу. Сегодня ждем Non-Farm Perls, друзья. Настраиваемся на еще больше рост доллара и еще более мощное нисходящее движение золота. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем хорошего закрытия недели. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok